Здравствуйте, уважаемые студенты! По вашему вниманию предоставляется лабораторная работа номер 1 по дисциплине электротехника. Тема данной лабораторной работы – инструкция по практическому применению программного обеспечения Electronics Workbench для выполнения лабораторного практикума по курсу электротехника. Подготовила магистр технических наук, преподаватель кафедры энергетической системы Кляугобылова Махабад Кудайберген Удна. Цель данной работы – изучить технику моделирования электрических схем, а также провести анализ посредством измерений электрических величин. Общие сведения. Техника создания электрических схем. Программа Electronics Workbench позволяет моделировать электрические схемы в различной степени сложности. Для создания электрической схемы посредством программы Electronics Workbench необходимо иметь в качестве прототипа эскиз предполагаемой схемы. Целесообразным будет использование эскизов, подготовленных для каждого пункта содержания выполняемой работы. В соответствии с подготовленным эскизом на рабочее поле программы из библиотеки компонентов размещаются элементы электрической схемы. Моделирование схем производится в рабочем окне программы. Рисунок один-одинок. Пожалуйста, вы видите, это у нас рабочее поле, посредственно Electronics Workbench. В библиотеках компонентов Electronics Workbench число пиктограмм, содержащих элементы электрических схем, равно 14. В библиотеках компонентов содержат следующие разделы. Первое – Favorites – раздел, содержащий подсхему, если они имеются в данной схеме. В исходном состоянии раздел пуст. Заполнение раздела моделями компонентов или подсхем осуществляется программой автоматически, одновременно с загрузкой схемного файла, и очищается после окончания работы с ним. Второе – Sources, что в переводе с английского – Источники. Все источники в Electronics Workbench представлены в качестве идеальных. Третье – Basic – линейные и нелинейные элементы. Четвертое – Diodes – диоды. Пятое – Transistors – транзисторы. Шестое – Analog ICS – аналоговые микросхемы. Седьмое – Max ICS – микросхемы смешанного типа. Восьмое – Digital ICS – цифровые микросхемы. Девятое – Logitech Gates – логические цифровые микросхемы. Десятое – Digital – цифровые микросхемы. Одиннадцатое – Indicators – индикаторные устройства. Двенадцатое – Controls – аналоговые вычислительные устройства. Тринадцатое – Master Lonauts – компоненты смешанного типа. И последнее – Instruments. Инструменты – раздел, содержащий в себе устройство, позволяющее проведение анализов электрических схем. Методика измерения электрических величин. Измерения подразделяют на прямые и косвенные. В случае прямого измерения искомое значение находят непосредственно, как показания измерительного прибора. При косвенных измерениях искомое значение физической величины находят на основании известной математической зависимости. Между искомой величиной и величинами, получаемыми прямыми измерениями. Например, сопротивление резистора R находит по измерениям напряжения U и силы тока I, используя закон Ома. Как вы знаете, закон Ома находится по формуле. То есть сопротивление прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально силе тока. Напряжение у нас измеряется в... Ой, извините, сопротивление у нас измеряется в... Далее. Содержание данной лабораторной работы. Первое. В качестве закрепления материала, полученного при изучении данной лабораторной работы студентам, то есть вам, предлагается на основании теоретических материалов лекции разработать и смоделировать, либо использовать предлагаемую преподавателям электрическую схему на постоянном и переменном напряжении. И второе. Подобрать элементы и их номинал увеличить и пояснить свой выбор. Так. Теперь давайте перейдем непосредственно к электронику пенчу. Так, сейчас секундочку. Так, вот, пожалуйста, мы запустили рабочее окно Electronics Workbench. Вот, мы видим. Так, пожалуйста. Вот, видите, да, курсором я навяжу. Так, sources. Что такое sources? Источники. То есть в данном разделе у нас находятся источники. Левая клавиша нажимаем на... Так. Левая клавиша на шаре. Так, у нас выпадет диалоговое окно. Так, нажимаем, выбираем элемент. Например. Вот я курсор вывожу. Нажимаю левую клавишу. Не отпуская, я вывожу его в рабочее поле. Так, давайте я для примера несколько вывожу. Закрываем, чтобы оно нам не мешало славить. Так, пожалуйста. Так. Первое. Вот красное у меня вышло. Так, это у нас заземление. Заземление у нас имеет нулевое напряжение. Также оно нам пригодится для расчета потенциалов. Это вам пригодится в следующих лабораторных работах. Так, вот, далее. Вот я ввожу курсором. Так, это у нас источник постоянного напряжения. И следующий элемент это элемент, источник переменного напряжения. Так, давайте дальше. Это у нас basic, как вы видите, тоже. Левые клавиши нажимаем. Ушло диалоговое окно. Убираем элемент. Левые клавиши держу, выводим. Давайте несколько тоже выведем. Так, закроем, чтобы не мешалось. Первое, вот так уже, это у нас резистор. Что такое резистор? Резистор у нас пассивный элемент электрической цепи с определенным или не определенным сопротивлением. Так, далее. Конденсатор. То есть, емкость к конденсатору у нас измеряется в фарадах. Не забываем при расчетах использовать единицу измерения обязательно. Так, следующая. Катушка индуктивности. Индуктивность у нас измеряется в генри. Так, давайте, например, еще так вот наводим. Индуктивность нажимаем. Доведем еще вольтметр и эмплиментер. Так, пожалуйста, это вольтметр. Вольтметр это измерительный прибор для измерения напряжения. Напряжение у нас измеряется в вольтах. Не забываем. Вольтметр подключается в электрическую цепь параллельно. Так, далее. Амперметр. Амперметр. Прибор для измерения силы тока. Подключается в цепь последовательно. Так, давайте для примера сейчас соберем электрическую цепь. Вот, для того, чтобы цепь мы создаем, мы для передвижения элементов левой клавишей нажимаем на элемент. И вот, не отпускаем, вижу. Так, давайте сделаем. Возьмем источник переменного напряжения. Далее. Так, чтобы соединить все эти элементы. Так, вот, смотрите. Я курсору наложил, у нас выходит точечка. Мы ее соединяем. Так, ведем. Так, вот левую клавишу нажимаем, держим. Соединили. Так, соединяем вольтметр. Теперь давайте катушку подключим. Так, передвижение. Так, вот еще раз. Так, и вот на первую очередь. Так, вот, пожалуйста. Для того, чтобы дать значение элементу, давайте вот на источник переменного напряжения. Нажимаем на, непосредственно на сам элемент. Левой клавишей мыши два раза по элементу. Так, мы видим, мы видим диалогу окна. Ульт-эйч. Напряжение. Так, здесь у нас стоит 120. Давайте поменяем на 220 вольт. Так, здесь мы видим единицу измерения. Здесь мы можем поменять. То есть, милис, микро, непосредственно, или кило. Ну, давайте оставим вот что вольт. Так, здесь это частота у нас. Давайте тоже поменяем. Будет 80 Гц. Так же здесь тоже можем поменять. Кило, без. Ну, пока мы не меняем. Окей. Мы увидим. Видите, поменялось значение. 220 вольт. Теперь непосредственно к другим элементам переходим. Давайте на резисторе. Так же два раза левой клавишей мыши. Машинальный элемент. Вышло. Так, давайте сделаем 100. Кило, он. Также можно тут менять Ом. Кило, он. Ну, пусть кило, он. Ну, пусть кило, он. Так, давайте конденсат. Вот тоже поменяем. 50. Микрофарад. Так, и давайте накатушке тут будет 5 миллионов. Теперь при источнике перемененного напряжения мы должны на амперметре и вольтметре поменять. Так, так же, смотрите, наводим на элемент. Два раза левой клавишей мыши. Нажимаем. Видим, вот, mode. Мы должны поменять на айси. Окей. Окей. Так, все поменяли. И еще один пункт для того, чтобы повернуть элемент на другую сторону. Например, вот. Вот смотрите, я давайте не вцепи на источники постоянного напряжения. Правый клавишей мыши мы нажимаем на элемент. Мы входим в rotate. Rotate у нас это сдвиг. То есть, поворот, да, в общем-то. Поворот. Ну, и все, у нас повернулся элемент. Так же, для того, чтобы удалить элемент, чтобы он на письме не мешался, так же правый клавишей мы уже нажимаем, удаляем. Да. И все, пожалуйста, рассматриваем. Давайте вот тоже удалим, чтобы он не удалился. Теперь непосредственно в правом углу окошко нашего рабочего. Здесь выключатель. Так, давайте вот нажимаем. Включили. Пожалуйста. Увидим значение амперметра и пунктметра. Вот непосредственно мы собрали схему. По вашему желанию, как вы хотите, сами можете собрать. Любое значение дать элементам. Конденсатору, резистору, катушке. Можно без катушки, можно без конденсатора. Сами на свой выбор. Без проблем. И теперь давайте непосредственно сейчас мы. Так, сейчас секунду. Мы перейдем на обратную. Так. Вот, пожалуйста. Ой, извините, я не дам. Сейчас. Так, давайте демонстрацию сейчас. Вот так. Теперь. Содержание работы мы узнали. Теперь в конце отчета у нас есть контрольные вопросы, на которые вы должны ответить. Первый вопрос. Какова область применения электроизмерительных приборов? Ну, это, я считаю, это очень релкий вопрос. Так. Второе. Чем отличается прямое измерение от косвенного? Выше я вам говорила, чем отличается прямое от косвенного. Третье. Какие требования следует предъявлять к измерительному прибору при выборе его для измерения? Четвертое. Начертите схему включения амперметра и вольтметра. Только что мы это делали. Пятое. Как можно измерить сопротивление цепи, используя амперметр и вольтметр? Так. Шестое. Как можно косвенным путем рассчитать сопротивление цепи, пользуясь данными о токе и мощности цепи? Ну, то есть мы тут рассчитываем уже при помощи формул. Седьмое. Как изменится ток в цепи, если вольтметр включить последовательность нагрузки? Вот, пожалуйста, семь контрольных вопросов. Вы все это оформляете в отчет, как положено, с титульным листом. Обязательно поставьте тему, цель работы. Далее вставляете в лаборатору работу скрины своих схем, то есть непосредственно в электронный курт пенчи, который вы сделали. Вставляете все это в отчет. И обязательно ответы на контрольные вопросы должны быть в отчете. И все это оформляете и присылайте мне в ИСНУ вверх. Все. Всем спасибо большое за внимание. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.